Здравствуйте, я Артём Валиев. Сегодня расскажу о книге Владимира Сорокина «Монорага». Новый роман Сорокина конструирует реальность будущего, где книги превращаются в топливо для приготовления блюд на открытом огне. К примеру, осетрина на прижизненном издании идиота. Стейк из морского черта на Чевенгури Платонова. Фаршированная куриная шейка на одесских рассказах Бабеля. Главный герой, Геза Яснодворский, готовит на русской классике. Точнее, читает ее, если пользоваться терминологией романа. Кулинарно-литературный аттракцион «Букингриль» существует подпольно, при этом он сложно организован. С одной стороны, это кухня с традицией, ритуалом, иерархией, финансами и службой безопасности. С другой, букингрилеры, читающие повара. Они связаны с букинистами, поставщиками нужных книг. Купленное полено почтальоны доставляют прямо на дом клиенту. Понятно, что букингриль – недешевое удовольствие, сопряженное со множеством рисков. Любой промах повара грозит потерей репутации, ну, или свободы, если вовсе не смертью. Монорага представляет собой дневниковую хронику Гезы. Он пишет о деловых поездках, попутно объясняя устройство мира в середине 21 века. Умные меха, голограммы и гаджеты, расширяющие возможности мозга, здесь соседствуют со средневековыми нравами. Череда гриль-пати прерывается, когда кухня устраивает секретные собрания шефов. Оказывается, что неизвестные злоумышленники при помощи молекулярной машины создали тысячи копий набоковской ады, идентичные до пятнышка чая и записей на полях. Что это значит? Крах системы букингриль. Если рынок наводнят подделки, то незачем рисковать жизнью ради бесценных оригиналов. Букингриль дискредитирует себя. Молекулярную машину прячут на Северном Урале, в пещере горы Монорага. Именно Гезе придется отправиться туда, чтобы уничтожить гнездо фальшивокнижников. Почему Сорокин взялся переосмыслить отношения человека и книги? Очевидно, что на поверхности романа лежит проблема соотношения электронного и бумажного носителя в развитом с технологической точки зрения обществе. У автора Монораги есть ответ на то, как традиционная книга может обезопасить себя от уничтожения. Мне кажется, что спасти себя книга сможет только став штучным товаром, бросив вызов не только цифровой, но и некоторым образом гутенберговской эпохе. Каждая книга должна выглядеть так, словно ее отпечатали вручную со свинцовых, пальцами набранных матриц на изготовленной вручную бумаге. Ее переплет должен хранить следы кропотливой и неторопливой работы. Книга должна пахнуть так, как пахнет оригинальная, неповторимая вещь. Став такой вещью, книга воздвигнет вокруг себя бастион, непреодолимый для цифрового мира. Если копнуть глубже, Монорага ставит другой вопрос. Шефы заказывают подходящие для своеобразной высокой кухни книги, задают культурную доминанту. Геза, например, готовят на русской классике. Постсоветскую литературу он считает варежником. То есть букингриллеры создают канон, транслируя через него правильные ценности и ориентиры. Естественно, все это корректируется законом спроса и предложения. Какие книги брать собой в будущее? Для литературоцентричной России такой вопрос актуален на все времена. Книги помогают нам создать базу для общественного договора. Контроль списка книг подразумевает контроль за тем, какая версия истории правильная и какой вариант будущего задается в качестве ориентира. Именно этот вопрос является базовым, а уже потом для маскировки вводится молекулярная машина. Монорага, которую Сорокин задумал как веселую приключенческую книгу о нашем безумном мире, редкому читателю покажется именно такой. В динамике, чувстве юмора и даже зрелищности роману не откажешь. И все-таки медитация о культуре в сорокинской постсовременности выглядит печально. КОНЕЦ